друзья всем привет недавно мы обновляли информацию о том как подключать подобного рода камеры видеонаблюдения к телефону настраивать их и так далее а сегодня я вам хочу рассказать как подключаются такие камеры компьютеру и зачем это нужно поехали и так видео о том как подключались эти камеры на канале у меня уже были и мы подключали такую камеру программки cms polyvision вот здесь будет ссылочка на это видео но прогресс не стоит на месте выпускаются новые модельки и к сожалению cms может переварить не все модели данных камер некоторые модели просто не подключаются не по ip не по cloud айди поэтому мы будем подключать данные камерки к новой программки bms обзор на эту программу мы тоже уже делали вот по вот этому видео по этой ссылочке можете посмотреть там подробно о ней рассказано ну а сегодня будем подключать подобные камеры к ней в роли испытуемого у нас сегодня будет выступать камерка от нашего любимого продавца ambiux модель p7 на 2 мегапикселя с евро розеточкой обзор на эту камеру я тоже уже делал вот по этой ссылке можете посмотреть хорошая добротная модель с кучей хороших интересных функций причем очень даже бюджетная ее можно смело рекомендовать покупки ссылочка на нее будет в описании ну а зачем же подключать данные камеры вообще к компьютеру если их можно подключить просто к смартфону к телефону в родном приложении эти си напоминаю что в родном приложении к сожалению нет тонких настроек подключив камеру компьютеру мы можем зайти в специальные настройки и настроить на ней чтобы данная камера скидывал допустим фото по тревоге на электронную почту или фото и кусок видео нам на где-то настроенный удаленный ftp сервер эти функции я считаю но в принципе незаменимыми потому что записи наведет на флешку которая стоит внутри что мешает вору подойти оторвать ее стены и унести с собой да в принципе ничего именно поэтому такие камерки должны записывать на какие-нибудь удаленные сервера будь то собственные ftp или электронная почта или где-то вдали в там установленный видеорегистратор и вот все соединение с данными услугами и сервисами осуществляется именно через компьютер через тонкие настройки в программах cms в мс или там веб-интерфейс данных камер в родном приложении айтисе это не настроить именно для этого мы подключаем их компьютеру ну и конечно же не забываем про обычный банальный просмотр и запись на компьютер если мы хотим туда все это дело записывать и потом дальнейшем просматривать ну а перед тем как подключить данную камеру к компьютеру ее надо обязательно подключить к нашему смартфону приложению айтисе создать там аккаунт логин пароль потом зарегистрировать в нем камеру задать камере свой пароль и уже после этого мы будем ее там подключать нужно это для того чтобы камера вещала онлайн через интернет без этих манипуляций у вас ничего не получится поэтому сначала ставим приложение айтисе на мобильный телефон добавляем данную камеру туда как это делается подробно и рассказывал вот в этом видео а дальнейшем уже будем добавлять данную камеру по cloud айди либо по айпи приложений вмс поехали итак друзья заходим в приложение вмс и изначально она встречает нас вот таким вот своим стандартным интерфейсом сейчас мы будем добавлять сюда наши камеры забегая наперед после того как мы их добавим то мы можем допустим вот так вот их просматривать к примеру у меня сейчас в онлайне две камеры это камеры которые висят у меня на даче и я могу их тут тонко настраивать делать запись на компьютер снимки там ну и куча-куча-куча разных манипуляций поворачивать их и так далее с камерами можно полностью полноценно управлять то точно так же как из мобильного устройства допустим ну а мы перейдем к подключению для того чтобы добавить в это приложение камеры нам нужно в главном меню в меню главное зайти во вкладку устройства ну а дальше как я говорил у нас есть два варианта первый вариант когда мы находимся с камерой в одной вайфай сети второй же вариант когда мы будем находиться в разных сетях и подключаться к ней по cloud айди через интернет вот допустим первый вариант мы с камерой в одной вайфай сети жмем поиск по айпи и программка сканирует нашу сеть сейчас нам должна найти камеру которая находится с нами в одной вайфай сети и вот она ее нашла теперь нам нужно эту камерку добавить ставим здесь галочку и жмем добавить после этого нам нужно зайти в настройки камеры вот здесь нажать на карандашик ввести ее имя пользователя чаще всего это админ и пароль пароль от этой камеры мы задавали изначально при добавлении данной камеры в свой личный кабинет приложение айтисе вводим от нее пароль жмем окей после этого мы переходим в меню главное и просмотр вот наша камера она уже подключилась чаще всего еще надо нажать правой кнопкой мыши и нажать войти после этого она подключиться и подключить ее основной или дополнительный поток все наша камера работает теперь рассмотрим второй вариант подключение таких камер по cloud айди в данном случае мы будем находиться с нашей камерой в разных сетях ну допустим камера опять же висит на даче а мы находимся где-нибудь в городе и хотим подключиться к данной камере поднастроить ее там что-то посмотреть записать и так далее в общем сделать не какие-то манипуляции с компьютера старт точно такой же камера должна быть уже обязательно настроена в приложении айтисе и добавлено в свой аккаунт и должен быть задан пароль и так далее после переходим во вкладку в мс и во вкладку устройство дальше нам нужно будет нажать добавить камеру либо cloud айди ну допустим выберем cloud айди зададим какое-нибудь имя устройство напишем тест и здесь нам нужно ввести cloud айди камеры что это и где это взять это подобного рода хаотичный идентификационный номер самой камерки он может быть в трех местах первое на коробке от камеры у каждой камеры напомню свой уникальный cloud айди это ее идентификационный номер второе на камерках не на всех моделях правда бывает наклеечка с cloud айди его можно взять там третий вариант него можно взять из приложения айтисе вам нужно будет зайти в само приложение зайти в эту камеру зайти в ее настройки в меню об устройстве и вот будет ее серийный номер его нужно скопировать целиком и вставить сюда вставляем свой cloud айди вводим опять же пароль который может задали данной камере внутри аккаунта айтисе не жмем окей после этого переходим во вкладку просмотр вот наша камера жмем войти и включаем какой-нибудь поток все камера в онлайне можем проделывать с ней дальнейшие манипуляции ну и самое интересное конечно же здесь это будет в конфигураторе после того как мы подключили камеру программки в м с первую очередь конечно же полезем в настройки в конфигурации системы и так далее самое важное как я уже сказал это отправка фото на электронную почту и настройка ftp сервиса но находится в настройках сети то есть вы переходите в настройки сети своей камеры и вот сразу вкладочки ftp и электронная почта как это настраивается я рассказывал вот в этом плейлисте не проходите мимо посмотрите что в этой программе что в cms и она абсолютно одинаково эти функции я считаю критически важными для таких камер ну что дорогие друзья вот такая вот инструкция у нас получилось коротко и ясно надеюсь вам будет все понятно если что-то было непонятно оставляйте свои замечания либо вопросы в комментариях будем стараться на них отвечать на этом все кому было полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывать в описании там много полезного а мы продолжаем всем пока